девочки рукодельницы всем большой привет сегодня я хочу снять вам обзор на вот такой замечательную книгу эта книга называется вязание спицами фото гид техники уроки и лучшие проекты очень классная книга говорю это чисто откровенно очень мне нравится и содержание и само оформление книги книга достаточно большая и увесистая как вы видите вот такая яркая обложка она твердая я очень люблю книги с твердыми обложками можете посмотреть что издана книга в москве авторами этой книги является дороти ретиган и джудит дьюрант и сразу идет содержание книги могу сказать что эта книга подойдет как начинающим вязальщицам так и уже достаточно опытным мастерицам здесь начинается первая глава именно с обзор на пряжу какая пряжа бывает какого качества кручение толщина плотность вязания как можно подобрать нитки по качеству и конечно же сам расчет пряжи для того или иного изделия также здесь идет описание спиц какие бывают спицы и размеры есть описание как работать со схемой ну и давайте начнем с самого начала и я буду постепенно вам говорить но здесь идет сначала введение и сразу в первой части идет описание материалов и инструментов здесь интересно все описывается какие нити стоит перематывать какие нити бывают в каком виде продают эти ниточки как разбираться с этикетками где можно найти информацию где какая информация расположена на самих этикетках пряжи как смотать клубочек чтобы был с двойным кончиком то есть из середины и можно было брать его из середины и сверху там также описываются все виды ниточек очень интересно почитать я кстати некоторые пряжи даже и не знал что такая существует вот например нейлоновая пряжа я никогда такую не видела в магазинах бамбуковая пряжа почитала что это за пряжа также разобралась с включением нитек толщина и плотность вязания контрольный образец но это как всегда когда мы начинаем вязать какое-то изделие мы вяжем образец и потом уже определяемся сколько нам нужно набрать на спицы петелек и какое изделие дальше получится для какого размера и вот здесь в этой таблице примерно написано какая пряжа у вас есть то есть для носочной чулочный например если мы берем то примерно это будет 27 или 32 петли в образце связанными спицами лицевой гладью 10 на 10 сантиметров рекомендуемый размер спиц то есть 225 и 325 и рекомендуемый размер крючка до 225 и три с половиной очень классная табличка буду ей в дальнейшем пользоваться и сравнивать насколько точны эти данные дальше идет про плотность вязания и как заменить ниточки также расчет необходимого количества пряжи когда мы покупаем пряжу например для того чтобы связать кофточку мы не знаем сколько нам нужно взять мотков пряжи здесь же можно определиться сколько нам нужно на детский свитер сколько на свитер взрослого человека приблизительно и поэтому можно идя в магазин уже примерно знать сколько моточков пряжи вам брать дальше во второй главе идет описание спиц размеры спиц часто есть в журналах в американских другая система которая описывает номер спиц английская система метрическая и японская система для каждой системы есть свои номера спиц дальше здесь идет в третьей главе как работать со схемой например вы зашли в интернете нашли или в журнале где-то вычитали как вязать детский свитерок где нарисована схема и дано описание и здесь подробно написано как по этой схеме и поэтому описанию определиться как вам нужно вязать любой схеме даны для примера несколько размеров на разный обхват груди и поэтому здесь написано как с этим работать и подобрать именно нужное описание для вашей работы дальше идем сокращение здесь также есть который используется инструкции для вязания да и принципе расписано как читать схему приведены здесь примеры схем и примерно как это все читать и затем использовать при вязании также есть условные обозначения которые немаловажны в вязании многие не знают как читать схемы потому что схемы рисует именно с помощью значков и вот здесь приведены значки которые в основном используются в схемах вторая часть основы вязания здесь мы узнаем что такое лицевая петля и что такое изнаночная петля как видите здесь показано как правильно вязать и показаны именно не бабушкин способ как многие из нас вяжут а именно классический способ правильный способ вязания здесь идем дальше скрещенные петли скрещенная лицевая и изнаночная и все также очень понятно и наглядно изображено на картинках и под каждой картинкой написано что мы должны делать далее идет описание снятых петель то есть при вязании изнаночном и лицевом и комбинация лицевых и изнаночных то есть это и платочная вязка и лицевая гладь и изнаночная гладь здесь все понятненько описывается как вязать резинку как вязать узор рис и другие варианты комбинации то есть и используя перекрещивание с лицевыми и изнаночными и какие можно сделать косы спущенные петли как их вывязывать и способы самого вязания то есть есть континентальный способ или вытягивание петли английский способ и скрещенное вязание а также западное вязание многие задаются вопросом как вводить новую нить в работу то есть когда один клубочек заканчивается нужно брать другой здесь показано как закрепить данную нить как вплести конце саму работу далее идем здесь описывается исправление ошибок то есть как поднять спущенные петли все подробненько описывается очень мне нравятся данные способы некоторыми я пользовалась вот как нарисована на рисунке при помощи крючка также узнала для себя что-то новое если например ошибка была допущена при вязание например мы вязали вязали полотно лицевыми и одну нечаянно провязали изнаночной не стоит распускать работу можно исправить данную ошибку очень даже легко но и это не все здесь можно исправить ошибки когда вывязываем косу там будет дальше это все указано края также можно набирать разными способами петельки на спице и получим разные края то есть цикла классический набор петель и эластичный наборный край закрепление конца нити чтобы ниточка не распускалась как отмечать вот первую последнюю петельку чтобы было лучше затем сшивать данные изделия витой немецкий набор петель тубулярный набор петель набор временных петель жесткий набор петель здесь очень много способов для набора петель и все как всегда показано в картинках и все расписывается под каждой картинкой как вязать по кругу из центра такой способ можно использовать для вязания шапочек носочков я считаю что это отличный способ и также использовав для вязания можно декоративные края что такое кромочные петли снятые кромочные петли то есть здесь описывается именно для чего нужно снимать первую петлю и провязывать изнаночной последнюю не для всех способов подходит данный метод то есть для начала мы должны определиться как мы будем сшивать свое готовое изделие и затем уже пользоваться данным вариантом то есть снимать первую петельку или в другом случае нам нужно ее провязывать здесь все описывается так дальше закрепление петель то есть когда нам нужно закрыть все петельки последнего ряда здесь показаны и расписаны некоторые методы закрытия петель дальше придаем форму шестой главе здесь идет в основном прибавление как делать то есть можно прибавление делать с дырочками можно без дырочек как это все красиво делать каждый способ здесь очень подробненько описывается то есть когда мы садимся вязать мы можем открыть любую главу и просмотреть как то или иное делать здесь очень все классно расписывается убавление также петель как убавлять с дырочками или без дырочек центральное убавление как в центре убавлять и как вязать укороченные ряды используя лицевую или изнаночную гладь и как их использовать то есть плечевой скос вырез горловины пятка укороченными рядами здесь можно все прочитать дальше мы переходим к седьмой главе это прямое круговое вязание здесь показано как соединять две готовые детальки готового изделия матрасный шов в полосатом вязание и в простом вязание как соединить ровненько чтобы не были видны переходы потом горизонтальные швы сшивание при помощи крючка трикотажный шов шов петля в петлю и соединение незакрытых петелек как считать и отметить ряды то есть для выреза например рукава чтобы мы знали сколько петелек и вязание круговое что такое стеки часть 3 декоративное вязание то есть здесь очень интересная глава круговое вязание с протяжками смена цвета тоже как мы называем это жаккардом до натяжение вот как зависит от натяжения готовый результат интарсия и приведены некоторые примеры можно попробовать связать например вот такой цветочек мозаичное вязание модульное вязание как связать с квадрат с таким вязанием и вязание в разных направлениях той же техники двухцветный узор двухстороннее вязание то есть с одной стороны и второй получается рисунок и как использовать две ниточки два цвета и комбинировать лицевые и изнаночные вязание секционные пряжи мы можем увидеть что некоторые секционные пряжи при вязании дают свой какой-то рисунок как вязать двуцветные косы как вязать полоски без переходов по кругу ну и сами косы здесь приведены некоторые примеры вязание кос шишечки ромб плетенка двухцветная коса перекрещенные петли как используются и некоторые вот узоры тройная вязка медовые соты и резинка из кос расчет петель как делать при вязании кос и вот мы видим исправление ошибок при неправильном перекрещивание косы как можно распустить и перевязать косу не распуская все провязанное полотно прибавление убавление петель когда есть косы ажурное вязание как подобрать спицы для для ажурного вязания судя из картинок можно увидеть что от номера спиц зависит и качество ажурного вязания то есть чем мельче спицы тем мельче получается и плотнее рисунок чем больше тем рисунок получается более рыхлым как исправить ошибки при ажурном вязании то есть если мы пропустили где-то накид то можно поднять с петельки и некоторые примеры как вязать вот например узор листики и расписано как читать данную схему как вязать ажурную кайму 11 глава это вязание с бусинами здесь несколько примеров как можно вязать с бусинками можно делать вот такие замечательные узоры когда бусинка между петельками можно делать вот такие красивые узоры и в каждом способе все подробненько расписывается вязание изделия то есть мы перешли уже к основной части это вязание самого изделия подготовка к вязанию изделия то есть вяжем образец плотности высчитываем сколько в 10 сантиметрах петелек как снимать мерки посадка свитера мерки для шапки формы свитеров дальше мы все разбираемся с мерками чтобы все при вязании было симметрично и как вязать сверху вниз снизу вверх и вязание по горизонтали как подогнать узоры как вязать рукава какие виды бывают рукавов точной рукав реглан затем идет горловина какие бывают горловины как их вязать воротники далее формируем карманы вертикальный карман диагональный карман карман кенгуру и карман уже на готовом изделии затем идут застежки можно пришить пуговицы или молнии и как это все красиво сделать вот планочки можно вывязать из другого цвета горизонтальные планки при помощи крючка как набирать петли делать петли для пуговиц молнии декоративные петельки и последние штрихи то есть вто как стирать как утюжить какие материалы можно использовать для этого и пошли самое интересное это мастер-классы очень классные мастер-классы мне очень нравится вот такая необычная красивая шапочка с использованием разных техник здесь все подробненько описывается что нужно для работы какие спицы какую окружность головы здесь вяжется на круговых и на прямых спицах данная шапочка далее идет описание всех узоров и как вязать то есть от макушки убавление макушки внутренние планки внешние планки все просто и досконально описано очень классные шапочки вот такие можно связать дальше идут вот такие замечательные перчатки с бусинками я хочу себе попробовать вот такие связать потом если я свяжу потом покажу их вам двойные варежки то есть с одной стороны они идут вот такие синенькие а со второй стороны вот такие беленькие их можно переворачивать с одной стороны на другую очень классно получается вот такой шарф красивый с ромбами здесь также все подробно расписывается и даны все схемы двухцветные носочки в клетку тоже считаю очень классные не видела я таких моделей пока в интернете также дан рисуночек все описано вот такой жакет остин тоже считаю классный для ребеночка вообще будут просто супер кармашки здесь такие необычные кстати в каждом изделии используются во все техники здесь например вшивание молнии вот эти пуговички кармашки в варежках именно двойное вязание и комбинирование двух цветов в перчатках использование бусинок поэтому здесь можно сразу попрактиковаться и связать данные вещи далее идет вот такой кардиган амброзия тоже считаю классный кардиганчик можно будет такой связать все расписано данной схемы как все вязать манжеты сборка сама очень здоровский вот такой мужской свитер тоже кстати очень классный мне понравился свитер лис дон варна все описано какие инструменты и пряжа нам нужно и описание как вязать данный свитерок ну и немного информации об авторах данной книжечки и алфавитный указатель ну вот такая книжечка у меня теперь есть это мой настольный помощник которым я буду постоянно пользоваться так как я буду вязать еще долго и много мне очень понравилась данная книжечка поэтому смело могу порекомендовать всем девочкам вяжите с удовольствием пользуйтесь книжечками пишите в комментариях какими книжечками пользуетесь вы помогают ли они вам в работе а я с вами прощаюсь всем пока пока и до новых видео у нас и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин